Мир вам! С вами Пролетарский Камень, где мы пытаемся найти ответы на вопрос «Почему?». И приступим сегодня мы к описанию. Я вот взял блокнотик и набросал для себя общие черты современных тинейджеров и так называемой молодежи. Мы с вами быстренько пробежимся по этому списку и вот подумаем, согласны ли вы со мной? Прав ли я в своих наблюдениях и в том, что я подметил? Ну вот, посмотрим на современного молодого человека или девушку. Первое, что бросается в глаза, это бессмысленное выражение лица с оттенком довольства или, как они говорят, на пафосе. Хотя совсем не понимает значение этого слова и путает его с кичливостью или понтами. Ну-то ладно, словари сейчас не в моде. Бедность словарного запаса. При попытке выразить какую-то мысль, в помощь себе они используют карикатурные жесты. Общение сводится к удовлетворению простейших желаний и потребностей. Да, знаменитая тачки-сучки Элаве. Несклонность к учебе, но при этом они могут овладевать простым, неквалифицированным трудом. Ну, например, работать в Макдональдсе или собирать клубнику в Польше. После того, как получат, конечно же, высшее образование очередного юриста, либо магистра управления персоналом. Ну, ничего не имею против управленцев. Интересы узкие, сосредоточены главным образом на удовлетворении своих физиологических потребностей и развлечениях. Даже при удовлетворительном навыке чтения они почти не читают книг, предпочитая различные картинки. Ну, Инстаграм, Фейсбук, цитатки, залипание в интернетах. Ну, это как бы свершившийся факт. Однако они могут делать свои умозаключения, основываясь на данных личного опыта. И в некоторых жизненных ситуациях проявляют целенаправленность и активность. Ярким примером такой активности являются наши грантоеды. Ума ноль, зато активности хоть отбавляй. Малый и примитивный объем знаний, депрессивность, капризность, либо прострация. Ну, всем известное завтыкивание. Огромное количество слов-паразитов, бравада, неспособность к абстрагированию и оперированию условными смыслами и понятиями, ограниченный круг интересов, неустойчивость эмоциональных реакций, любовь к алкоголю и веществам. Ну, вы узнали типичного представителя современной буржуазной свободной молодежи? Да только что я вам перечислил совсем не мои наблюдения, сделанные вчера, либо позавчера в сквере или кафе. На самом деле это выдержки из книги по судебной психиатрии советской. И я вам зачитал признаки такого заболевания, как дебильность. Дебильность – это один из видов олигофрении, то есть приобретенного, либо врожденного нарушения познавательной и умственной функции. Она делится, эта олигофрения, на идиотию, имбецильность и дебильность. Дебильность – это легкая стадия всего вот этого дела. Как я говорил выше и как говорит наука, дебильность не обязательно врожденный фактор. Это может быть и приобретенный фактор. То не кажется ли вам, что нынешняя информационная политика, система образования, тренды направлены на воспитание дебилов, на дебилов искусственно созданных? Зачем же нашей власти, зачем буржуазии плодить дебилов? Плодить инфантильность людей, которые продлевают детство чуть ли не до 40 лет. Потому что дебил – это податливое существо, очень доверчивое, легко внушаемое. Это существо, которое стремится к автоматическому конформизму, которое не задает вопрос, почему. Это отличный потребитель всего. Это отличный избиратель, представитель того самого лохтората, который либо ведется на все те же интересные картинки, «Весна, прейдэ, сажать будем, вот и эта Украина» и прочие политики даже не удосуживают себя тем, чтобы сейчас писать избирательные программы. Зачем? Их же никто читать не будет. В стране повальная дебильность. Либо просто не заинтересованная в каком-либо политическом движении, не ходящая на выборы, а отдыхающая за компьютерными играми, либо за зависанием в социальных сетях, которые имитируют для них реальную жизнь. Ну, поставил лайк и дизлайк, да? Вроде как бы и выразил свою позицию. Тебе не надо уже идти на митинг, подавать в суд, бороться, участвовать в уличных столкновениях. Самое страшное, что дебильность становится модной. И большинство блогеров, за которыми следует наша молодежь, не отличается особыми познаниями. Ну, допустим, в квантовой физике. Я потратила полгода на изучение квантовой физики, на минуточку. Вы все знаете, что мы испускаем эти, как их, гормоны. Гормоны же, да? Гормоны, вот эти вот, как они называются, гормоны в основном. Дебильность становится нормальной, она становится модной, она воспринимается как данность. Сокращение образования, примитивизация образовательных программ, к чему сведена современная школа, научит читать по слогам, считать до ста, гимн петь, слава Бандеры кричать, ну и, конечно же, пахать на хозяина, и, скорее всего, уже приезжего, колонизатора. Государству выгодно воспитание аморфной массы поддатливых, улыбающихся, либо вечно чем-то недовольными, но направляющими это недовольство внутрь себя имбецилами. Поэтому читайте книги, возможно, следующее поколение уже не сможет читать. С вами был Пролетарский Камень. Мир вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова